Вот вечером с путика пришел. Три дня отходил на лыжах. Лыжи Андрея было неудобно так показывать, подробно тыкаться в них камерой. Давайте покажу вот эти, которые мне пришли. Мои светлее, чем у Андрея, у него более темные, шерсть более темная. У меня какая-то рыжая, ледяная. Мои лыжи короче и по ширине также 22 сантиметра. Крепления я уже буквально за день до отъезда получил. Ничего толком крепления не успел сделать. Просто намотал веревочку. Режу на таком. Единственное, что успел сделать. Пропитку кожи. Кожное крепление. И сделал пропитку. Чтобы оно у меня не мокло, не растягивалось. Я приеду в город, когда покажу вам как это делается. Впечатление конечно классное. Проваливается по пухляку сантиметров на 10. А назад уже идешь. Вообще просто летишь. По лыжне по готовой. Катишь ты балдеешь. Как с лицевой стороны выглядят. Мне они чуть больше моего роста. Сантиметров может на 5. Может я себе лещу. Может на 10. Но не очень выше меня. Крепление под ногу. Кстати я в бахилах. Этот раз ходил было холодно. А у меня ищики старенькие уже. Носки там внутренние войлочные уже поискрепались. За три года. Поэтому я одел бахилы и ходил в бахилах. На бахилы вообще нормально одеваются. И на ищики и на бахилы. В прошлый раз в Андрея лужах ходил. На ищики одевал. Нормально было. Этот раз для бахилы тоже нормально. Нога-то заскакивает. Я даже не вижу надобности. Чтобы тут можно приспособить еще крепление под пятку. Но по-моему и так ничего не слетает. И назад идешь. Когда прошел, протоптал по хреньку тропу. Назад идешь. Это замечательно. По бокам выглядят они вот так вот. Очень тонкие, очень легкие. Упругие очень, пружинят прямо. Как наклеен камус. Видите, хрен прикопается. Вот. а как у вас нет. Теперь будем ходить дальше. Будем смотреть, как они себя дальше покажут. Пока лишь положительные эмоции. Общий вид со стороны камуса. Он греет и мне однозначно, у меня рыжий цвет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok